Hello, ребята! Сегодня очень интересная тема. Расскажу о том, что же будет в ЕГЭ в 2022 году. Мое предсказание будет основываться на досрочном ЕГЭ, который я сдавала в этом году. И я расскажу о тех темах, которые были, ведь, возможно, эти темы попадутся и вам. Еще расскажу об уровне сложности всех заданий относительно заявленного. Ведь вы знаете, что в ЕГЭ по английскому языку задания делятся на уровни сложности. Базовый, повышенный и высокий. И, по идее, каждое задание должно этому уровню соответствовать. К примеру, 32-38 задания в тестовой части, которую абсолютно все боятся. Оно ведь высокого уровня сложности и должно быть, ну вот вообще, очень сложным. Какие-то там устойчивые выражения, которые вот никому неизвестны, должны вам попасться. Так ли это? И что вас ждет в 2022 году? Рассказываю по порядку. Погнали! Меня зовут Марина Лесковец, я ваш учитель английского. Я помогаю ребятам по всей России готовиться к ЕГЭ по английскому языку на высокие баллы. А еще учителям тоже помогаю, потому что коллеги постоянно у меня есть на курсах, и это очень классно. Присоединяйтесь, не стесняйтесь, я всем очень рада и всем хочу помочь подготовиться к ЕГЭ на высокие баллы. Итак, начну по порядку. С раздела аудирования, письменная часть экзамена. Данный раздел состоит из трех заданий. Первое задание базового уровня сложности, там мы устанавливаем соответствие между высказываниями и тем, что говорят спикеры, каждый в своем монологе. Тема на досрочном ЕГЭ была абсолютно стандартной, шахматы, и в целом в этом разделе могут попасться любые темы из топиков кодификатора. Вы можете открыть кодификатор и ознакомиться с ними, но в целом это именно те темы, которые вы проходите в школе в течение всего времени обучения. Поэтому скажем так, спикеры говорили достаточно понятно, оборудование было настроено хорошо, и здесь вот к чему вам стоит подготовиться. Скажу честно, есть два варианта логики решения этого задания. То есть будьте готовы слушать внимательно спикера и искать синонимы, то есть между тем, что вы прочитали в высказывании, то, что дано в самом задании, и слушать аудирование. И второй вариант логики, когда мы не ищем с вами синонимы, а просто на основе услышанной информации из монолога, мы делаем вывод о том, какое же высказывание подходит. Что было на досрочном варианте? Как раз-таки второй вариант логики. То есть, это я к чему? Не торопитесь что-то записывать, не торопитесь выбирать вариант ответа, а прослушайте весь монолог внимательно до конца. И уже на основе всего услышанного делайте вывод. Я бы даже не рекомендовала, кстати, делать записи, они только отвлекают вас. Второе задание из раздела аудирования — это диалог повышенного уровня сложности, диалог между мужчиной и женщиной, то есть вы всегда стандартно услышите мужской и женский голос, и нам необходимо решить. Высказывание из того, что дано в задании — это правда, неправда, или мы не можем дать ни положительного, ни отрезательного ответа — not stated. Что вам встретиться на ЕГЭ в 2022 году? Ну вот мне на досрочном экзамене встретился диалог о сплетнях, о журналах желтых, да, вот эта желтая пресса. В целом, обычный бытовой диалог. И вообще, это задание вот как раз-таки про какие-то бытовые темы, потому что происходит простой такой базовый диалог между мужчиной и женщиной. Это может быть тема обучения, школы, поездок, то есть вот что-то около жизни. Сложное ли было задание? Оно было нормальным. Вот повышенного уровня сложности такое, какое должно быть. К слову говоря, у меня сложилось некоторое впечатление, что в целом все задания аудирования на одном были уровне и какой-то особой градации я не заметила. А в третьем задании аудирования, как всегда, было интервью. Интервью брали у бодибилдера. Задание, я бы сказала, даже было проще, чем обычно мои студенты решают на курсе. Даже меня это немножко удивило. Было понятно абсолютно все. Лексика абсолютно базовая, хотя задание должно быть высокого уровня сложности. То есть здесь, вот я бы сказала, что было проще. И напомню, что что вы можете услышать в 22 году на экзамене? Это всегда будет интервью с каким-то профессионалом. То есть если у вас есть сложности именно с этим заданием, то повторите, пожалуйста, лексику на тему профессии. Потому что интервью всегда берут у какого-то выдающегося человека, писателя, певца, парикмахера и так далее. В данном случае у меня был бодибилдер, поэтому повторите лексику на эту тему. Это вам однозначно поможет. А мы переходим с вами к разделу чтения, и там нас ожидают также три задания. Базового уровня сложности, десятая, повышенного, одиннадцатая, двенадцать, восемнадцать, высокого уровня сложности. Что хочу сказать, что было на досрочном варианте в этом году. Десятое задание, вот я бы сказала, что оно очень схоже с первым заданием аудирования. И даже логика была тоже схожей. В целом, обычно нам ведь что дано в задании? Заголовки, и мы ищем соответствие между абзацами, которые также пронумерованы. И чаще всего мы ищем синонимы между тем, что написано в заголовке, и в самом абзаце. Но в этом году логика была другой, схожей как раз таки с первым аудированием, когда абзац подбирался по смыслу. Именно весь смысл заголовка был отражен в конкретном абзаце. Поэтому здесь также есть две логики, о которых я уже рассказала, говоря вам о первом задании аудирования. Я бы сказала, что это задание бывало и проще. Кстати, тема была подростки, гаджеты, проблемы с общением. Вот на эту тему был текст. И я бы сказала, ребят, что задание должно быть, на мой взгляд, чуть проще. Но в целом и в разделе чтения мне показалось, что задания были примерно какого-то одного повышенного, ну вот среднего такого уровня сложности. Не было какой-то явной градации. Вот бы что я вам сказала. Возможно, именно так будет и в основную волну. Лексика была абсолютно понятной, то есть вот чего-то такого запредельного не было, но при этом вот такой градации сложности не было. Одиннадцатое чтение был текст про парк. Напомню, что одиннадцатое чтение — это задание на эрудицию. То есть часто мы встречаем там тексты о каких-то выдающихся людях, профессиях, исторических событиях, ну вот что-то такое. И здесь мы можем либо знать об этом, либо не знать. Задание такое. Мы должны вставить в пропуске пропущенные части предложений. Это задание было абсолютно стандартным. Как я уже сказала, весь раздел чтения, пожалуй, был похож на одиннадцатое задание. То есть повышенный уровень сложности, что-то среднее. Не было какой-то градации от простого к сложному. Поэтому здесь, скажу честно, не было каких-то особых проблем. И тема данного текста была парк. Текст был про парк. Ну, мог бы быть про мобильные телефоны, про космос, про что угодно. Чтение 12.18 было на тему изучения языков. Это один из топиков ЕГЭ по английскому языку. И я бы сказала, что текст был достаточно простой. Там было понятно абсолютно все. И, как я уже сказала, что-то такое вот среднее. Не было прям повышения уровня. Вот в тексте было понятно все абсолютно. И вопросы были достаточно стандартные. Но в целом, ребят, к чему вам быть готовым в 2022 году? Готовьтесь получить какой-то публицистический текст. Все-таки чаще он такой, вроде статьи. Реже можно получить какой-то отрывок из литературного произведения, из рассказа. Все-таки это, конечно, разобирать всегда сложнее, потому что это вот кусок, вырванный из контекста. На экзамене, я думаю, что попадется какой-то публицистический текст, либо статья. Переходим к разделу лексика и грамматика. Там градация следующая. 19, 25 и 26, 31 задания базового уровня сложности, а 32, 38 устрашающие задания высокого уровня сложности, где мы должны знать кучу фразовых глаголов, устойчивых выражений. Ой, что хочу сказать. Задание было максимально простым, понятным. И вот в 32, 38 было очень просто. Вот абсолютно все понятно. Простые глаголы. Но вот опять же, на курсе мы решаем задание гораздо сложнее. Вот интересное такое наблюдение, то есть то, что было в тестовой части, в досрочном варианте. Я предполагаю, что примерно такого же уровня задания вы получите в основную волну. А если говорить о письменной части экзамена, то вот абсолютно все максимально стандартно. То есть если вы, условно говоря, прорешали сборник Вербицкой, имейлы, да, вот вы знаете, как писать, все эти аспекты написания задания, там вот ничего сложного, абсолютно стандартная тема про книги была. И нужно было задать вопросы про работу нашего пэнфренда. А в 40-м задании тоже было все максимально понятно. Было два топика. Спорт, вида спорта, который выбирают подростки, а также причины, по которым они учатся готовить. Я выбрал второй вариант, и, к слову говоря, я получила максимальные баллы за раздел письмо. Поэтому убеждена, что в 2022 году в основную волну не будет никаких особенностей. И в разделе письмо, поскольку этот раздел претерпел значительные изменения, будут максимально простые, понятные, не каверзные темы. Просто пройдитесь по всем топикам из кодификатора, опять же, откройте сборник Вербицкой, просмотрите его, просмотрите эти задания, темы, и вот попадется что-то из этого. И в завершение мне хотелось бы рассказать об устной части экзамена. Там все было максимально стандартно. Первый текст, который нам нужно прочитать за полторы минуты, очень понятный, там даже не оказалось ни одного числительного. Там что-то было про строительство домов. Ну, прямо вообще удивительно. Естественно, я прочитала в среднем, наверное, медленно читая за минуту, за 60 секунд. У меня еще целых 30 секунд осталось. Во втором задании надо было задать 4 вопроса. Тоже максимально стандартное задание. 4 вопроса про клинику. Какие доктора есть? Ну, вот какие там услуги есть? То есть абсолютно вот эти стандартные вопросы. Есть ли скидки? Ну, вот ничего такого. Абсолютно стандартные вопросы, которые, кстати, есть у меня в группе ВКонтакте. Я их публиковала прямо на стене. Можно будет найти. Проходите, пожалуйста, по ссылке в описании. В группу ВКонтакте поищите. И в открытых источниках, в открытом доступе везде. Есть эти стандартные вопросы. Там скидки, как заплатить, сколько стоит и так далее. Потому что во втором задании устной части мы всегда задаем вопросы о каком-то сервисе. Ну, там, не знаю, звоним в кафе, в музей, узнаем, как проехать, в библиотеку. Короче. Если вы готовились, хотя бы примерно представляете, что там. Вот именно это будет в 22-м году. Что до четвертого задания, то картинки были тоже максимально стандартные. Напомню, что в этом году это задание изменилось значительно. Так вот, какие две картинки мне попались? На одной картинке девушка готовилась к экзамену, сидя перед ноутбуком. А на второй картинке целая группа ребят в библиотеке сидели и готовились к экзамену. Вот именно тема проекта была такой. Подготовка к экзамену. Абсолютно стандартная тема. Поэтому здесь тоже не будет абсолютно никаких сюрпризов и в основную волну. Поэтому повторите для раздела говорения топики на социально-бытовую тему. То есть это хобби, учеба, поступление в вуз, не знаю, кафе, хобби, какие-то празднества. Вот то, что в нашей бытовой жизни происходит. Именно на эту тему вам попадется задание в четвертом задании в устной части. И в целом весь раздел говорения вокруг этого будет крутиться. Это вам мое предсказание на 22-й год. Ну, как вы думаете, ребят? Делайте ваши ставки, пишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте предскажем. Давайте, кто из нас лучшая ванга. Напишите, пожалуйста, ваши предсказания в комментариях. Как вы думаете, на какую тему будет сороковое задание? На какую тему будет тридцать девятое задание? А тот, кто гадает темы заданий, те комментарии я покажу в своем следующем видео. Уже, я думаю, после экзамена, когда мы точно будем знать, какие задания нам попались. В общем, лучших предсказателей мы вывесим на доску почета и будем их поздравлять с тем, что они такие классные и прозорливые люди. Ну что, ребят, это все, что я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Регулярно публикую полезный контент вот прямо здесь, вот на этом канале. Да. Ну и всем 100 баллов за Игорь, ребят. У вас точно все получится. Я вас верю. Пока.